Музыка Добрый день, уважаемые зрители, в отличие от канала Уральского сайта Теприца. Сегодня мы вам расскажем о супернадежной конструкции и усиленной теплицей, виновой технологии проветривания. Это теплица Митуайдер 3М. И в этом ролике мы с вами подробно расскажем о ее достоинствах. Сейчас пойдет разговор о брусе. Брус скрепляется вот так вот в шахматном порядке, то есть здесь внутрь, здесь снаружи. Скрепление происходит с помощью вот таких усиленных уголков 60 на 90 и саморезов по дереву. Так как многие садоводы и дачники не могут залить бетонный фундамент, приходится с брусом. Пропитывается антисептиком, белый щит, кольчуга Тюменского завода для бань. Вот так делается. Собирается на саморезы и уголки. Два варианта 100 на 150, как мы видим, и 100 на 100. На этот фундамент мы будем ставить теплицу Митлайдер 3М собирать, новый обновленный Митлайдер. Также у нас, видите, какая выставка огромная, беседка стоит. Теплицы разных видов и подвидов, пока ребята собирают фундамент. Там за ними качель огромная, капитальная. Это теплица Виктори под стекло, монолитный полик. Стекло каленое, эмалированное. Видите, автоматические форточки в ней стоят. Стекло вот такого качества. Не бьется, не ломается, можно на нем стоять, прыгать. Закаленное, эмалированное. Много-много теплиц разных, разных стоит. Фундамент вы собрали, теперь надо его замерить диагональю, самое главное. 366. Вот, прям точно все. Теплицы, конструкция сама упаковывается, вот, встреч пленку. Вот мы видим, для лучшей сохранности при транспортировке. Если отправляем в регионе, сверху еще пакуем пупырчатой пленкой. Чтобы вообще ничего не поцарапывалось. Стоит метла, ярообразец, 3 на 2 метра. Сейчас мы его будем собирать. Вот это дверь. Нижняя часть двери. Как мы видим, в ней все отверстия просверлены для крепления поликарбоната. Для ручки. Вот эта дверь цельная, такая большая. 900 на 1800. Это форточка. То есть вот форточка, у нее размер 585 на 890 на ширину проема. Второе отверстие все просверлены для крепления поликарбоната. Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов. То есть приехали, выгрузили. Потом устанавливается фундамент. То есть делается обвязка под фундамент из бруса. То есть в этом случае, в случае метлайдера, он состоит из двух половинок. Левая, правая. Потому что он высокий, высотой 2,30. В камеру не входит. Приходится его делать разборный. Вот вторая половина. Она соединяется, значит, с помощью винт или болт М8 на 60 или на 50. Отверстия все просверлены. И гайка М8. Количество двух штук. Для большей жесткости. Тут мы видим болт М8 на 50. Уже повернут головкой на 13. На торце, как мы ранее с вами размечали, порезан поликарбонат 2,10 нано 2,08. Видим мы. А данный образец будет ставиться на торце карбоната. Снимается пленка. С одной стороны, где прозрачный, обратите внимание, это внутрь теплицы. Где с логотипами, с логотипами к солнцу. Чтобы проверить, что если вы содрали пленку и не знаете, и забыли какой стороной ставить, то по длине поликарбоната, с одной и с этой солнечной стороне, должно быть набито лазером. Название поликарбоната, дата выпуска и время. Ну и партия бывает еще. Это сторона к солнцу. Обратите внимание. Пленку содрали. Сейчас будем его прикладывать на одну сторону. И прикручивать. Крепится она с саморезами. 5,5-19 провля. Вот такие шайбы. Это именно для торцов. Он выравнивается вот так вот. Болты сразу вставляются. Винты, которые соединяет порточный блок, ставятся именно винты, а не болты. Тоже М8 на 50. Потому что они находятся под поликарбонатом. Сразу надо поставить. Теперь крепление. Выравнивается углы. Здесь мы снизу оденем еще профиль торцевой с перфолентой. Отверстия, как я вам говорил, уже они присутствуют. Дальше берется ножик обычный канцелярский 18-й или 25-й со слезвием. Прорезается по дуге аккуратно и ровно. Чем ровнее вы прорежете, тем ровнее будет примыкание торцевой части к крыше. Отрезали. Теперь ниже. Теперь вторую половину переносим на другую сторону. Второй торец также идентично собирается. Если вы захотите дополнительно где-то просверлить, крепеж сделать, то надо будет сначала просверлить, потом убрать стружку, чтобы она не осталась между поликарбонатом и железом, потому что стружка сразу мгновенно начинает ржаветь. Если поликарбонат неровно отрезан, подрезается, чтобы торцовый профиль лег ровно. Сейчас происходит сборка второго торца. Где дверная петля, смотрите, убирается стружка, если она была, подкручивается одна сторона, вложится поликарбонат. Поликарбонат под петлю и прикручивается. Обратно саморезы те же самые. Все, готово. Теперь нижняя петля. Нижняя прикручивается в последнюю очередь, когда приклеим перфоленту и профиль торцевой. Пока прокручиваем саморезы. Вот здесь верхняя вкручивается в последнюю очередь, когда будет над дверью поликарбонатом. отрезаем вторую часть. И вот этот остаток, треугольник, у нас идет как раз над дверью. Весь раскрою вертикальный, для того, чтобы конденсат уходил из сот вниз. Горизонтально это неправильно. Как мы видим, покрывается остатком сверху. Как раз его хватает. Вставляется петля, чтобы зазор выставить, чтобы потом не повело вверх. И в которую петлю мы не вкрутили, отверстие вкручиваем саморез. Выравнивается все. Сейчас на один торец мы будем ставить цельную дверь, без форточки. Две половинки торца собрали. Вложим дверь. И тут уже по месту. То есть петли прикручиваются по месту. Если хотите левую, то левую. С левой стороны, если хотите правую, то с правой. Прикручиваем петли. Продолжаем. Саморезы, обратите внимание, прикручиваются, чтобы они друг с другом не встречались в разные плоскости. На одной стороне ниже, на другой выше. Так сказать, в разбег. Чтобы когда открывается саморез, не упирался друг к другу, если правильно вот так сделать. И дверь открывается полностью, до конца. Над дверью вкручиваются клопы. Для чего? Дверь у нас идет по периметру внахлёст. И она лучше прижимается. Потому что кровельный, он почти что на 5 мм выступает. И вот в месте, где будет нахлёст, вот три самореза, раз, два, три. Там крепится обычный клоп. И на стойках также, если здесь уже пошла кровля, вот здесь на стойке, где будет нахлёст, тоже крепится саморез клоп. 19 на 4 мм. Сейчас обрезаем верхушку, так же, как и торцы. Сегодня у нас что-то прохладно на улице. Минус 7 или 8 мм. Но это считается тепло. Солнца нету только. Да, Ленин? Было бы солнце, уже бы все вспотели. А так, сухо и прохладно. Обрезали. Можно считать, что у нас торец готов. Еще будет одеваться уплотнитель торцового резина. Перфорлента приклеена, одеваем торцевой профиль. Немножко сноровки, и вот как мы видим, все быстро и аккуратно одевается. Все ровненько, лишнее отрезаем. Этим же ножом канцелярским. Раз, отрезали. Для лучшего примыкания торца и крыши ставится уплотнитель. Торцевой. Сразу же он крепится, уже когда торец в поликарбонат закреплен. Ставим уплотнитель. Он вот такого профиля, если посмотреть с торца. Вот так вот, ближе. То есть у него специальное ушко. Настраивается резкость. Вот. И он перемыкает торцом. То есть ставится профиль, тут же прикручивается. где перри переходе обрезается, надрез делается. И все дальше пошло. Вот. Вот. Немного сноровки мастерства и уплотнитель на месте. Очень рекомендуем. Потом уплотнитель установлен. Устанавливаются крючки. В какую сторону дверь откраться? Вот такие крючки ставятся. 250-е. Цинк. Мощные крючки. Мы берем. Торец собран. Дверь кроется в последнюю очередь, когда уже будет установлен торец. Сейчас мы его просто в сторону убираем и собираем. Вот второй торец. Так. Продолжаем дальше. К торцу крепятся прогоны. То есть вот подпятник приварен, как мы видим. И так он крепится с помощью винта М6 на 40, гайка М6. Вот прогон. Длиной 970. На метлайдеры их ставится 6 штук. Раз. Два. И внизу. Три. И с другой стороны точно так же. Так. Теперь начинается сборка форточного блока. То есть он состоит из рамки и рамки под форточку. Сначала прикручиваем петли. Петли идут маленькие ПН-ки 40-ые. Две штуки. С одной стороны и с другой стороны. И с другой стороны. Саморез также 19,5 см, вот у нас получается такая фрамуга, открывается, идет такая полоса, 20 см потом лишняя по месту отрезается Выравнивается ровно по верхнему краю форточки, так вот, сверху здесь накладывается еще уголок, будет микровельными уже Так, форточка готова, откручиваем форточку саму с рамки, она устанавливается в самый последний момент потом, уже в конце, когда полипармонат будет смонтирован на покрытие на самом Все, форточка убирается ему, вот рамка несущая, сейчас ее будем прикручивать к торцу Опорными внутрь, все, сейчас нажим Оживляем Болты заранее под поликарбонат вставлены до того, как поликарбонат прикрутили Можно ключом рожковым на 13, удобнее шуруповертываем, для этого нужна глубокая бита, головка Здесь между прогонами будет еще арка Все, протяжка болтов, гаек Затянулась Арки, которые ставятся к ферме, двух видов, то есть у них разный загиб Надо пример, один на высокую сторону, один на низкую, вот смотрим, вот один, видите, загиб на низкую сторону и второй на высокую, на высокую сторону То есть вот он вот так все ставится Также у них подпятник внизу Все тоже самое И вот он сверху Отверстие есть, отверстие овальное, чтобы было хождение небольшое, в пластинах, как мы видим, вот видите Сверху соединение, в рамке форточного блока просверленное отверстие Также винт М6 Сейчас все наживляется, потом когда выровняется, все будет протягиваться М6 на 40 винты В верхняя дуга винт ставится снаружи, как мы видим, а внутренний винт, это изнутри Наоборот изнутри Все притягивается, даже шуруповер, головки 10 Все винты протягиваются в всех прогонах Теплица собрана, каркас, теперь происходит крепление, выставляется Со саморезами 5 на 70 или на 60 Подожди, не вижу, или на 60 Вот такие желтенькие большие саморезы В торцах они по центру Видим, через трубу Выставляется Оттягивай По кромке с грузом На арках по одному саморезу На дополнительную арку Ставится усилитель Вот такой Стяжка Для большей жесткости Получается усилитель Дает жесткость на растяжение Сейчас кроем Низкую часть В первую очередь Теплица Она у нас длиной Получается 2 метра 99 сантиметров Короче, чем верхняя Выравнивается по торцам По торцам выравнивается Сверху делается надрез Не забываем Ложить листы С логотипами Фирменными К солнцу Потому что Если вы положите наоборот Через год он у вас придет в негодность Все Сейчас лист Заводится вовнутрь Вот так вот заводится Вот она вырезана Специально Вот она зашла вовнутрь Сначала Крепится клопами Потом еще прикручивается уголок Сверху Крепим Шайба Цинка Саморезом На арку Крепим там Ставится уголок Для того, чтобы форточка Внутрь не проваливалась И вода не капала Форточку вверху закрутили Теперь крепим В арках Идет Саморез С шеевой Цинковой С резинкой Отверстия все просверлены Заранее Получается С каждой стороны теплицы Вот такой фронтон И вот получается Для чего нужна резинка Подняла По периметру И все Снизу еще будет устанавливаться Так же перфорента И профиль торцевой Еще один монтажник Натягивает лист Чтобы он ровно лег Для крепления второго листа Монтажнику необходимо залезть На крышу, которая ниже Он залез Стоит Уравнивает лист Внизу Монтажник Крепим верхний лист По другому никак Так же сверху Для жесткого крепления Вот такие уголки Так же сверху Убивается Миша Поставь его Вот так он ставится И крепит Поликарбонат И закрывает соты В окончании Встанавливается форточка Все Открывается Закрывается Вот все Работает Если что-то Задевает Надо просто Подрезать поликарбонат И все Порточка установлена Поликарбонат Работает она Если в ручном варианте Вот так Открывается Фиксируется И вот так Полностью открыто Можно поставить Термоприводы Чтобы автоматически Открывалась Такой рычаг Сейчас Клеим На покрытие Перфоленту Наклеили Перфоленту Длину Надо ставить Обязательно Потому Потому что Там Залезают Червячки Паучки И потом Втуда не вылезает Попадает Пыль Грязь Закрепили Теперь Осталось Через профиль Саморез По дереву Крепится Если брус То К брусу Прокручивается Если Бетонный фундамент Ставится Уголок Отлив И уже Крепится К нему Нижняя часть Саморез По дереву Черный Профиль Очень хорошо Держит Сантиметров Через 30 Сейчас Приступили К обшивке Двери Двери У нас В одном Торце Цельная Закрепили То есть Лист Режется Шириной 94 Сантиметра Высотой Лишний Вот этот Нахлест Он Обрезается Сверху И Снизу Так же По месту Откручивается Закручивается Сейчас Петли Отгибается Поликарбонат Даже Это может Делать Один Монтажник Придерживая Рукой Все Происходит Установка Двери Все Отверстия Так же Есть Ставится Ручка Затягивается Получается Ручка Двухсторонняя С двух сторон Теперь Значит Под крючок Вань Петельку Здесь Обратка Должна Петля Для крючка Здесь Прорезается Поликарбонат Под Шпингалет Так же Все Обратно Все Это Обратка Со Шпингалетов Пробуем Раз Дверь Зафиксирована Осталось Докрутить Пару саморезов И Обрезать Верхушку Дверь готова Цельная Крепим Поликарбонат На распашную дверь Сначала Выравнивается Все Смотрится Дежурный Саморез Прикрутили Сейчас все Выравнивается Раз В чем удобно Эта дверь Распашная Называется В том Что у ней Форточка Можно как открыть Форточку Для проветривания Мы видим Так и целиком Дверь На этот шпингалет Закрывается И все Получается цельная дверь Так же крючок Фиксатор Стоит Сейчас Мы с Вами Рассмотрим Основные преимущества Данной теплицы Мидуайпер Форма данной конструкции Предполагает Проветривание По всей длине теплицы Не нужно дополнительных Форточек и фромок Особо усиленный каркас Он изготовлен из Профильной трубы 20х20 Толщина металла 1,5 мм Писки Швы И окрашивание Производится Полимерно-порошковое Что позволяет Дольше нержавить И дольше Эксплуатировать Конструкцию Без подкрашения Данная конструкция Выдерживает Ветровые нагрузки Снеговая нагрузка 128 кг На метр квадратный Высота данной конструкции В коньке 2 метра 30 сантиметров Фурнитура При покупке Конструкции Идет вся в комплекте Ручки Шпингалеты Саморезы Ничего Докупать не нужно Двинутая система Проветривания Форточки в коньковой части Обеспечивают Наиболее эффективную Вентиляцию Открываются Как в ручном режиме Так можно и Поставить автоматы Для проветривания Теплица Великолепно подходит Как для южных Так и для северных регионов Не забываем Писать комментарии Ставить лайки И задавать вопросы Делиться своими советами Подписываемся На канал Уральская усадьба Теплиц Если вы хотите Подробно ознакомиться С нашей продукцией Можете зайти на сайт Уральскаяусадьба.рр Либо по телефону 922 209 88 57 Всего доброго И до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова